Дмитрий Нечаев Ну а потом возвращаясь с процентами И вроде бы ничего страшного в этом нет Да и само слово кредит имеет вполне достойное латинское происхождение Credere означает доверять И в самом деле кредиты давались и брались даже во времена Оной на заре цивилизации Но это было давно А вот ныне одно западное издание охарактеризовало кредит как оптимизм, дошедший до абсурда А если к этому прибавить ряд российских особенностей социального и экономического характера И посмотреть на динамику закредитованности россиян взглядом специалиста То становится страшно за будущее страны и ее повально закредитованных граждан Без преувеличения эта ситуация превратилась в проблему национального масштаба Пожалуй, главная опасность в том, что увеличение закредитованности И рост просроченной задолженности населения в нашей стране Происходят на фоне повального падения доходов населения Многие так и говорят, что кредит берут не тогда, когда денег совсем нет, а когда их еще меньше Но такая ситуация, по мнению, например, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина Грозит дальнейшим ухудшением ситуации в социально-экономической сфере и даже ее крахом Так что же ждет сотни тысяч российских заемщиков И почему банковские кредиты нередко называют налогом на слабоумие Почему вообще столь массово возникают долги по кредитам Об этом и не только далее в нашей программе Первый вопрос – кто и для чего берет кредиты в нашей стране? Если говорить о самых распространенных потребительских кредитах То прибегать к ним заставляет сравнительно новая культура потребления Постоянное появление новых моделей устройств, например, мобильных телефонов и автомобилей Мотивирует людей брать кредиты на технику Отчего постоянно растет количество данных кредитов И проведенный нами опрос Тверичан подтверждает это Ну, гостки, знакомы, кто берут кредиты? Да, есть такие А они рассказывали, на что берут? Ну, на бытовые какие-то нужды Все Недвижимость, недвижимое, недвижимое имущество Я думаю, что лучше уж как-то заработать То есть, чем влезать в долги, в кредиты То есть, всегда гораздо удобнее и лучше заработать, если никому не быть должен Если прям срочно нужны деньги, то есть кредит можно взять, но так лучше уж, конечно, заработать, добиться самому Я предпочитаю брать те деньги, которые я уже заработала Зачастую люди берут кредит, когда не могут заработать на какую-либо вещь Но я считаю, что это неправильно, потому что зачастую они так же их и не выплачивают А были у вас кто-то из знакомых, кто действительно не смог расплатиться? Да, и брали по несколько кредитов и в конце концов никак не могли отдать На что они брали? Ну, на покупку машины, там, ипотеку и прочее Второй вопрос Отчего все большее число российских заемщиков попадает в долговую яму? Одна из главных причин – это снижение их покупательской способности Спад доходов Сегодня все больше товаров люди могут себе позволить только при помощи кредита Это не только бытовая цифровая техника, но часто даже товары первой необходимости, которые приобретаются за счет кредитных карт В конце 2019 года в нашей стране и вовсе было отмечено появление нового тренда В кредит начали покупать подарки и даже лекарства Еще одна причина фатальной закредитованности – это, как ни странно, не слишком высокие требования банков к заемщикам Что делает услугу более доступной для всех категорий населения Но главное – это слабая экономика в целом Сегодня люди имеют низкие доходы, а тратить для нормальной жизни им приходится много В итоге некоторые решаются на отчаянные шаги и попадают в долговые ямы И чтобы переломить ситуацию глобально, россиянам необходимо больше денег без повышения уровня цен Вкратце, все выглядит так, если описать ситуацию схематично На заемные средства в России живут 49 миллионов человек А долги по кредитам в 2019 году составили колоссальную сумму – около 14,8 триллионов рублей А это ни много ни мало – почти 15% от ВВП страны Конечно, эта цифра, возможно, не совсем точная Некоторые говорят о 12 триллионах, что тоже очень много К тому же, по данным аналитиков, со скоростью 10-12% такой долг увеличивается А значит, необходимо принимать срочные меры Иначе банковская система практически встанет Стоит отметить, что во многом такая цифра настолько большая потому, что банки часто не списывают безнадежные долги по многу лет Да и условия даже для добросовестных заемщиков зачастую не самые выгодные, что провоцирует разные просрочки Состояние закредитованности также хорошо демонстрирует показатель объема неипотечного долга в расчете на одного человека, деленного на среднемесячную зарплату в России В 2017 году этот показатель составлял 122%, в 2018 133% и в 2019 году его повышение дошло до 150%, что является уже критичным показателем То есть люди получают мало, а должны все больше Это неминуемо ведет к кризису Стоит отметить, что огромная часть долга, чуть ли не половина, это ипотека Из-за низкого благосостояния люди часто не могут все вернуть в банки И тяжбы длятся очень подолгу Половина граждан Российской Федерации в долгах по ЖКХ, по коммуналке Значит, аэнное количество значительно закредитованы У нас коллектора бушуют, зверствуют не потому, что денег нет, не возвращаясь в банк А потому, что денег нет у населения У нас сегодня доходы населения упали на 15% только за один год У нас сегодня цены на коммуналку, цены в магазинах, достичные налоги на дорожное передвижение Платные парковки, платон, значит, кадастровая стоимость, плата за жилье, за собственность Все выросло, а доходов нет На излете 2019 года наметился устойчивый тренд на снижение в России числа желающих взять ипотечный кредит Но даже в депрессивной экономической обстановке многие просто вынуждены брать ипотеку, чтобы не остаться вовсе без крова Денег нет, какая ипотека? Нам платить ее нечем То есть верно я понимаю, что для вас, по вашему понятию, ипотека это огромнейший риск остаться и без квартиры, и без денег в итоге? Да Вообще, если платить не будешь, они же заберут эту квартиру, ну и все Я в долг ничего не брал и не беру жить, надеюсь, не буду больше брать Но сейчас эксперты говорят, что прибережал долг в микрофинансах, в организациях очень многие берут Как вы думаете, по какой причине люди идут на такой шаг, когда знают, что проценты там очень огромные? Я думаю, что плохо жить им, поэтому и берут Может, зависит от уровня жизни, от доходов, и люди как-то пытаются выйти из положения Но у меня таких нет, поэтому трудно сказать Я не знаю, там же проценты бешеные У меня от хорошей жизни, вот так коротко я скажу Скажите, пожалуйста, вообще, что можно сказать об условиях ипотеки в нашей стране? Насколько она выгодна? Несет ли какие-то риски для человека, который берет эту ипотеку? Ну как, риски есть, переплачиваем в два раза То есть, под большие проценты, я думаю, ипотеку надо брать как минимум под меньшие проценты, меньше 5% То есть, если мы взяли квартиру за 900 тысяч, полтора миллиона я еще сверху отдаю Это дорого, это очень много А молодежи деваться некуда Потому что, ну а куда нам? Квартиры нам сейчас никто не дает, государство не дает квартиры Поэтому приходится ипотеку брать и кабалу эту 20 лет тянуть Сама я кредит никогда не брала, но у меня есть история, которая связана с моими подругами Однажды они хотели взять кредит, но в итоге у них не было такой возможности И они оформили кредитную карту на определенный лимит денег И далее они вовремя не оплачивали определенную сумму, которую они брали И в итоге потом им названивали с банка и требовали вернуть сумму Иначе там грозили какие-нибудь плохие последствия Но сама я как бы с этим не связываюсь Спад числа желающих связываться с ипотекой Также вызван неуверенностью многих потенциальных заемщиков Свои платежеспособности на обозримую перспективу Так чем же опасна закредитованность населения страны? Большое количество кредитов означает тот факт, что люди не могут оплатить свои приобретения Без необходимости брать средства у банка На данный момент закредитованность уже стала причиной того, что банки не снижают процентные ставки по кредитам, особенно ипотечным Они сослались на эту причину даже в ответ на требования президента по снижению ставки на ипотеку до 8% годовых Тем не менее ставки не снижаются, а только продолжают расти С чем это связано? Да все просто В ставку финансовое учреждение закладывает не только свою прибыль, но также и риск невозврата Это значит, что те заемщики, которые исправно возвращают средства, платят за тех, кто их не может вернуть по разным причинам И чем больше людей теряет платежеспособность и не может выполнить свои финансовые обязательства перед банками Тем больше будет ставка для тех, кто может позволить себе обслуживание действующих кредитов Впрочем, как показывает практика, кредиты кредитам рознь И отношение к своим обязанностям по их возврату должников тоже разное Об этом чуть подробнее В последние 2-3 года рост кредитования населения способствовал росту потребления Что повлияло на рост экономики, но ненадолго Сохранять прежний уровень потребления в условиях, когда за кредиты надо отдавать все большую часть доходов, невозможно Потребительский спрос начал падать и потянул за собой все остальное А вот с ипотекой, на первый взгляд, все хорошо Доля просроченных платежей более одного дня снижается Если в начале 2019 года просрочка составляла 1,14%, то в июле 1,04%, а в августе всего 0,9% Причина – очень быстрый рост ипотечного кредитного портфеля С 1 января по 1 августа он вырос на 10%, а за прошлый год на 24% Но так ли хорош этот рост? Весной ЦБ сообщал, что видит риски образования кредитной спирали, в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования В случае резкого ухудшения экономической обстановки здесь может реализовываться большой объем накопительных рисков Ведь если посыпятся ипотечки, за этим неминуемо последует рост социальной напряженности Достаточно вспомнить массовое выступление валютных ипотечников Однако еще больше проблемы с ипотечными кредитами угрожает банкам Ипотечные портфели банков подвержены серьезным рискам В связи с законодательным запретом на свободные действия в отношении единственного жилого имущества заемщиков Это может стать серьезной проблемой для балансов банков В случае, если экономика не будет расти, элит начнет стагнировать Придется создавать серьезные резервы, что будет оказывать большое давление на капитал банков Что дальше? Большие банки в очередной раз побегут к правительству, рассказывая историю про то, что они значимы для экономики И вынуждая увеличивать их капитал Или, попросту говоря, потратить бюджетные деньги для покрытия созданных убытков Частично страна уже сталкивалась с похожей ситуацией в 1998-2008 годах Вероятнее всего повторится сценарий 2008 года, при котором государство активно помогало предприятиям и банкам выживать Однако на этот раз будет применен более селективный подход Поскольку на всех денег не хватит, чтобы выручить кредитные организации Напомним, что на санацию банков с 2014 года государство и так выделило порядка 6 триллионов рублей Однако в случае масштабного кризиса могут потребоваться еще большие суммы Которых в условиях сложной экономической ситуации в стране может не найтись Ну а вслед за этим страну ждет большой долговой кризис Ну и если все так пойдет и дальше, то прогноз у банковского сектора один Послабление Так или иначе придется списать часть долгов Кому-то скинуть проценты, кому-то убрать лишние штрафы, кому-то каникулы дать и так далее То есть банки не будут больше цепляться за каждый кредит И ценой своей собственной прибыли они разгребут ситуацию, выведя ее из явно критической зоны Ну а в целом же все будет продолжаться в том же духе Как только проблема отойдет на второй план, снова будут давать займы, как говорится, кому попало, чтобы добиться максимальной прибыли Потом опять придется чем-то жертвовать, по крайней мере последние лет 20 все так и идет Потому как конкретная работа по увеличению благосостояния населения, похоже, не ведется в принципе А без этого сами знаете что Хотя, видимо, знают не все Впрочем, и тем, кто знает, и тем, кто только догадывается, стоит посмотреть следующий наш сюжет Как заявляют ведущие эксперты в экономике, нельзя иметь рост фактического дохода населения 2-3% И при этом брать кредиты по 10% годовых Это противоестественно А ведь десятка – это лишь рекламная ставка По факту многие потребительские займы выдают под 15 и даже под 20% иной раз О какой нормальной выплате вообще может идти речь? Сознается впечатление, что те, кто берет кредиты под такие дикие проценты Либо какие-то совершенно отчаявшиеся люди, либо мошенники Про которых австралийский писатель Гон Фридель сказал Это непростительные легкомыслие делать долги, если вы намерены их платить В самом деле, в депрессивной экономической обстановке наращивание долгов Можно сравнить с камнем на шее утопающему, а не со спасательным кругом Судите сами В прошлом году даже по официальной статистике Уровень потребления в нашей стране упал на 10% А если мы учтем примерно двукратное занижение официальной инфляции, то примерно на 18% Люди беднеют, а доля нищих, то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума, растет И это показывает даже официальная статистика Хотя объективность ее данных вызывает порой сомнения даже у президента России Я взял последние данные по всем основным показателям Садитесь, пожалуйста Я понимаю, о чем вы спрашиваете Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан И это очень плохо Это одна из наших проблем, которые мы безусловно должны решать Но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП Это совершенно очевидно Вот к этому нам нужно стремиться Потому что все другое, в том числе, скажем, раздача денег из резервных фондов Это ни к чему не приведет, они быстро закончатся А если конъюнктура на внешних, в том числе нефтяных рынках изменится, то и источник иссякнет Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы решать развитие экономики На этой базе поднимать уровень заработной платы Надо заметить, что и рост закредитованности связан с тем, что доходы у людей падают быстрее, чем они успевают расплачиваться с кредитами Достаточно много людей попало в безвылазную долговую кабалу Когда они берут новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми Но это только усугубляет и без того незавидное положение должников И вот почему Когда огромное количество населения нашей страны имеют незакрытые кредиты Это, безусловно, свой отпечаток накладывают на уровень их жизни и на качество их жизни И, соответственно, когда такое большое количество людей не возвращают эти деньги Это затрудняет работу еще и финансовых организаций То есть деньги не работают так, как должны работать Поэтому это большая проблема для страны И над этой проблемой надо работать Причем проблемы с оплатой долгов испытывают как те, кто брал рублевые кредиты Так и тем более валютные ипотечники Как сказал известный экономист Михаил Дзелягин Сейчас люди расплачиваются за политику правительства Которое все нулевые годы и начало десятых потокало алчности коммерческих банков А те загоняли людей в кредитную кабалу Подчеркнул известный экономист Впрочем, отдельные особо предприимчивые граждане Изыскивают свои подчас экстравагантные способы уклонения от выплаты кредиторам Так, недавно в Челябинске сразу несколько заемщиков оповестили правоохранительные органы О том, что отказываются выплачивать кредиты банкам с иностранными учредителями Чтобы не стать изменниками Родины Дескать, расчет по кредиту является оказанием финансовой помощи иностранной организации Что противоречит принципам безопасности России И подпадает под уголовную статью о госизмене Однако в законе есть существенное примечание о том Что лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей Освобождается от уголовной ответственности Если оно добровольным сообщением органам власти Способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации Ну и как мы уже сказали Сегодня наши сограждане бьют рекорды заимствования денег При отсутствии роста доходов Россияне берут займы все большие суммы На все более длительный срок Но почему банки готовы давать в долг все больше необеспеченных кредитов? Получается, что сбывается пророческое высказывание английского писателя Чарльза Диккенса полтора века назад Предсказавшего, что со временем кредит станет системой При которой человек, который не может платить Дает другому человеку, который не может платить Гарантию, что тот может платить И вот это напоминает замкнутый и одновременно порочный круг Давайте разберемся, кому и почему банки дают кредиты И кому из заемщиков лучше, что называется, даже не начинать То есть разумнее вовсе не брать в долг Недавно РИА Новости был опубликован рейтинг регионов России По уровню закредитованности населения Средний уровень в течение 2019 года увеличился С 44,9% до 47,1% Самый закредитованный регион – Калмыкия Ну а меньше всего банком должны жители Ингушетти Как следует из опубликованных данных Тверская область находится на 58-м месте по уровню долговой нагрузки В среднем каждый житель региона должен банком без малого 200 тысяч рублей При этом заемщики делятся на две категории Постоянные, берущие стабильно раз в месяц И случайные По наблюдениям работников, 80% случайных вернутся за займом в течение месяца И наш опрос это подтверждает Ну машину брала А повторно брали кредит? Ну да, потреб у меня тоже на технику, на квартиру Потому что не накопить, зарплаты достаточно маленькие Без кредита и как-то никуда Родственники брали на 12 лет 12% в среднем 10 тысяч в месяц Ну маленькая сумма и под такие проценты еще терпимо Такие потребители, самая большая 100 тысяч брала А повторно уже брали после этого? И потом брала, и много раз брала Раз, ну 6 точно Конечно брали Без них сейчас очень сложно прожить, я думаю Но большинство кредиты и ипотеки Ну мелкие были, а по-крупному после раз брала больше 2 раза не брать За последние пару лет средняя сумма потребительского кредита увеличилась почти вдвое И составила действительно около 200 тысяч рублей А средняя сумма ипотечного кредита составляет 2 миллиона 200 тысяч рублей И она также заметно увеличилась При этом и средний срок потребительского кредита возрос до 27 месяцев с 24 месяцев годом ранее Около 40% заемщиков имеют по 2 и более кредитов Нарастает еще одна тревожная тенденция Несмотря на наличие у клиентов дефолтного кредита Финансовые организации продолжают выдавать им новые кредиты Займы МФО, кредитные карты, потребительские кредиты Тогда как у клиента на момент получения нового кредита Есть действующий кредит с длительностью просроченной задолженности 90 дней и более В 2018-2019 годах большая часть подобных выдач приходилась на микрофинансовые организации Популярность таких займов растет Что называется не от хорошей жизни Ведь микрозаимствованиями, невзирая на драконовские проценты Часто пользуются люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации А получив на срочные нужды 3-5 тысяч рублей при просрочке выплат Граждане часто попадают в кабальную финансовую зависимость И не могут выплатить проценты и штрафные санкции В конце концов, жизнь с маленьким, но постоянным долгом Сужают для заемщика введения будущего до сроков погашения займа и новой зарплаты Это уже не просто модель от получки до получки Это ловушка, когда с каждым циклом займа погашения доходы уменьшаются на величину процента И поддерживать прежний уровень потребления без дополнительных денег невозможно В масштабах всего кредитного рынка объем займов микрофинансовых институтов мал Средняя сумма выдачи 13 тысяч 400 рублей Не может сравниться с многомиллионной ипотекой Но в социальном плане рост маленьких коротких займов сигнализирует, что все большему числу людей ужиматься уже некуда За 2018 год по данным ЦП заключен 31 миллион договоров о микрозаймах, не превышающих 30 тысяч рублей Что на 12% больше, чем в 2017, а в 2019 будет больше, чем в 2018 Вообще, на твой взгляд, по какой причине сейчас люди бегут, вот такие микрофинансовые организации Ну, может, кто-то и в банке, за кредитами Зачем? Я думаю, что люди просто стремятся обновить что-то в своем гардеробе Может быть, действительно приобрести что-то подороже, чем обычную одежду Чем больше они, как бы, всего этого набирают, тем больше они понимают, что им нужно для этого денег много В некоторой степени они не справляются со своими финансами, которые они получают напрямую Почему наше население все-таки идет в эти микрофинансовые организации, берет кредиты, ведь там известны огромные проценты Потому что у людей просто тупо нет денег, и все, поэтому идут Хотят, наверное, перехватить, я думаю, от зарплаты до зарплаты, не рассчитывают свои силы, и потом попадают То есть это не только молодежь, которая берет кредиты на сотовые телефоны, на туристические поездки за рубеж Думаю, что нет, думаю, любой человек от этого не застрахован Если у него нет поддержки, я не знаю, там, семьи, какого-то дополнительного дохода Ну, по причине того, что денег на хлеб нету, по причине большой нищеты, вот и все У людей денег нет на еду даже Все в кредитах, все в ипотеках Мы молодежь, нам по-другому никак нельзя Почему так люди делают? Ведь проценты большие там Ну, я думаю, две причины Первое – денег нет, второе – они безграмотно финансово Помимо жизненных трудностей, есть и иные мотивы, побуждающие граждан жить в долг При прочих равных, по символическим кредитным суммам, банки предлагают более высокие ставки Поэтому, не ожидая роста личного благосостояния, заемщики предпочитают запасаться впрок А в Сбербанке отметили, что заметное снижение ставок и новый подход к ценообразованию Предусматривающий зависимость ставки от суммы кредита являются весомыми причинами увеличения среднего размера кредита Учитывая повышение уровня доступности кредитов, клиенты охотнее решаются на дорогие покупки, чем в период более высоких ставок Банки охотно кредитуют более надежных заемщиков на крупные суммы, при этом низкодоходный сегмент необеспеченных кредитов до 100 тысяч рублей, напротив, показывает отрицательную динамику Но можно ли считать, что такой рост во многом обусловлен появлением нового поколения заемщиков? Финансово подкованных и грамотно управляющих своими средствами, более ответственно подходящих к распределению бюджета и менее склонных к совершению импульсивных покупок Зато совершающих спланированное приобретение на более крупные суммы Или фактором роста средней суммы стало развитие кредитования залогом недвижимости? Банки это коммерческие учреждения, надо исходить из этого и соответственно, как любой коммерческий субъект рынка, они хотят получить себе прибыль в итоге своей деятельности И соответственно, они всячески перестраховываются от того, чтобы кредит не был возвращен И соответственно, когда речь идет о том, кого кредитовать, соответственно, они выбирают более высокодоходные сегменты рынка, более высокодоходные отрасли И от малодоходных или чрезвычайно рисковых они отказываются Технологии, которые используются в банках, они тоже ужесточились И соответственно, это компетентность, молодой задор сотрудников и средних руководителей банков И с другой стороны, новые технологии позволяют более жестко вести банковскую деятельность Во всяком случае, такую тенденцию мы наблюдаем Но сказать, что это стало уже повсеместным, пока не могу Но пожелать такого я бы хотел, чтобы вот это новое поколение заемщиков, они больше думали Действительно, больше думали, думали правильно и думали о том, что долго надо возвращать Сегодня банковские аналитики в большинстве своем осознают, что хороших заемщиков на всех не хватит Так как реальные доходы большинства людей или растут очень медленно, или вообще падают К тому же много сигналов в экономике, в том числе величина среднего чека Указывают на наличие большого числа ограничителей спроса Так что рост спроса на кредиты без роста доходов и снижение ставок Может даже на среднесрочном горизонте привести к росту нагрузки на бюджеты домохозяйств По статье на обслуживание долга При этом риски роста закредитованности населения, безусловно, остаются Поскольку вместе с двузначными темпами роста кредита населению Не наблюдается устойчивого увеличения располагаемых доходов заемщиков И в этой ситуации для банков важно ориентироваться на социальные группы Наименее подверженные стагнации в экономике Но надо понимать, что таких хороших заемщиков на всех точно не хватит И на практике с ростом объема выданных населению банковских кредитов Возросла и суммарная задолженность россиян по ним И вот сегодня маленькая и вредная закредитованность россиян ниже, чем на Западе Но опаснее Зададимся вопросом, почему? Мы уже сказали, что россияне берут в долг все больше И в 2021 году, по мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина Доведут экономику до рецессии Почему относительно скромная по сравнению, например, с американцами Закредитованность россиян вдруг стала такой серьезной проблемой? И почему ситуация, давно вызывавшая беспокойство экономистов Наконец-то обратила на себя внимание властей? Об этом в следующем сюжете нашей программы Когда 15% населения направляет на выплату долгов в 70% своего дохода Это вызывает социальную проблему Заявил министр экономического развития Максим Орешкин Более того, и социальной эта проблема рискует стать экономической Опрокинув Россию в рецессию уже в 2021 году Уверен министр Уровень развития экономики и платежеспособность населения Определяют разницу между живущими в кредит американцами и россиянами И эти различия, как мы понимаем, не в нашу пользу Американская банковская система очень мощная Если даже взять и суммировать все резервы наших банков, российских банков Это, скорее всего, будет равняться, может быть, одному какому-то среднему банку в Соединенных Штатах А их там, как понимаете, очень-очень много В Америке кредиты выдаются очень надолго Вот, допустим, кредит на образование Выдаются на 30 лет И совсем недавно процент был менее 1% Даже в некоторых штатах оно достигает 0,25% Почему бы не взять этот кредит и не учиться? Банковские риски, их никто не отменял У нас, к сожалению, очень большой процент невозврата кредитов И, соответственно, банки это тоже в своих процентах учитывают И получается, что из-за того, что нет возможности видать длинные деньги Производство не развивается Банки готовят только финансировать То есть видавать кредиты на 3, на 5 лет, скажем так Но это для большого цикла недостаточно Поэтому крупный бизнес не развивается С другой стороны, рост закредитованности Это обычная часть кредитных циклов в экономике Если экономика растет, говорит проректор Российской экономической школы Максим Буев Ожидания будущих более высоких доходов Побуждают людей брать в долг Таким образом люди живут здесь и сейчас Переносят потребление с более обеспеченного будущего В настоящее А так как кредитный цикл рано или поздно Поворачивается вспять Массовое кредитование населения приводит к тому Что за временным оживлением спроса на потребительские товары и услуги Наступает спад Особенно это относится к продажам товаров длительного пользования Таким как жилье и автомобили Будущий спад рынков означает, что торговая инфраструктура И производственные мощности с большей долей вероятности Окажутся недозагруженными Это в свою очередь способно нанести удар по всей экономике страны В самом худшем случае подобный процесс принимает форму массовых неплатежей по кредитам И серию банкротств торговых производственных предприятий, а также кредитных организаций Полагает Максим Орешкин По сути дела министр экономического развития опасается будущего кредитного сжатия Со всеми вытекающими для экономики негативными последствиями Подобные кризисы весьма характерны для капиталистической экономики Можно считать, что они периодичны и неизбежны Но вот если сравнить показатели закредитованности населения в России и в других странах То окажется, что кредитная нагрузка у нас существенная, иногда в разы ниже Отношение кредитов россиян к величине годового располагаемого дохода Находится на уровне 28% Для сравнения, в Венгрии оно составляет 43,3% Это минимальный уровень среди стран-членов Организации экономического сотрудничества Отношение долга домохозяйств к ВВП в России также невелико По данным ЦБ, на начало июня 2019 года примерно 16% Согласно статистике, например, в Чехии этот показатель составляет 32,3% от ВВП А в Польше 35,2% В более развитых странах и цифры больше В Великобритании и Франции этот показатель превышает 50% А в США стремится к 100% Но почему же тогда так беспокоится министр Максим Орешкин? А вот почему По данным ЦБ России, темпы роста просроченной задолженности превысили темпы роста кредитов в 1,8 раза Банк России признает рост долговой нагрузки граждан, хотя и говорит об отсутствии пузыря Вне ЦБ настроения более скептические Так, рейтинговое агентство S&P с тревогой отметило, что около 16% кредитов, выданных российскими банками, являются проблемными Они либо уже реструктуризированы, либо обслуживаются с просрочкой, превышающей 90 дней И эта ситуация может привести к банковскому кризису Но это не останавливает рост потребительского кредитования В 2019 году, по данным Минэкономеразвития, оно возросло на 22-24% Увеличился и средний долг у заемщиков с одним кредитом на 12% за год до 137 тысяч рублей С двумя на 11% до 284 тысяч рублей Люди берут больше денег, но только это не тот рост кредитования, который приводит к росту потребления И как следствие, росту экономики в целом Как это происходит на Западе Да, уровень закредитованности россиян в абсолютных цифрах и в процентах к ВВП невелик Но его рост идет в противовес экономическим показателям по российской экономике В условиях непрекращающегося падения реально располагаемых доходов, отсутствия предпосылок к экономическому росту Если в развитых странах рост закредитованности ведет к раскрутке экономического роста То в России все идет своим особым путем Кредитование способно лишь поддержать текущее потребление И так как в России перспектив большого роста экономики сейчас не видно На этом фоне рост закредитованности можно объяснить тем, что люди перекредитуются, чтобы из новых кредитов обслуживать старые И по инерции берут кредиты, чтобы поддержать прежний уровень потребления Но это и может привести к катастрофическому обвалу Ведь в России опасность представляет не уровень задолженности сам по себе А значительное и устойчивое превышение темпов роста потребительского кредитования над темпами роста реальных доходов населения Поэтому в конце августа министр Орешкин озвучил скорректированный экономический прогноз на 2019 год С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1% прогнозируемым ранее, сказал министр Но пока ситуация лишь усугубляется Если три года назад просроченных долгов было не менее 10 миллионов То сейчас их число, по данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, приблизилось к 14 миллионам Одолжила, одолжила Жадность в голову вскружила И вернуть глядит пожилась Но со мной беда случилась Но со мной беда случилась Долг вернуть не получилось Но в то же время финансовые аналитики отмечают и обратные тенденции, хотя и очень робкие Так, минувшим летом, например, общая кредиторская задолженность перед банками даже снизилась аж на 0,4% Хотя, секундочку, мы же говорили о росте закредитованности россиян Что же в итоге получается? Просроченная задолженность растет или падает? Как следствие, как мы можем компенсировать нехватку денежных средств? Конечно же, идем и берем кредит Мы сейчас говорим о потребительском кредите Как показывает себя та же статистика И даже на начало 2017 года Объем задолженности, которая погашается за счет средств граждан Составляет где-то 40% А это очень высокий показатель Ну и, как вы понимаете, надо гасить кредит Денег нету Доходы падают Инфляция растет Цены в магазинах растут И что делает наш гражданин? Он идет, берет еще один кредит Перекредитовывается Таким образом Гасит предыдущие И вот налицо закредитованность населения Однако, те же экономисты фиксируют и такую закономерность Которую давно подметил еще великий Михаил Ломоносов Сказавший, что ежели где-то что-то убыло То где-то что-то прибыть должно непременно И он был абсолютно прав В том числе и применительно к нынешней ситуации, например, на автомобильном рынке Хоть онова в те далекие времена еще не было Дело в том, что пока российский авторынок в целом падает Его премиальный сегмент растет Согласно оценке аналитического агентства Автостад Летом 2019 года российский рынок новых автомобилей премиум сегмента составил 12 667 единиц Что почти на 6% больше, чем год назад Лидером продаж стали премиальные автомобили марки Mercedes-Benz Так что, согласно русской пословице, что кому-то суп жидковат, а кому-то жемчуг мелковат Ну а теперь давайте посмотрим, в каком сегменте кредитования физических лиц Плохие долги растут наиболее быстрыми темпами Правильный ответ здесь в сегменте необеспеченных потреб кредитов Банки почти не проверяют таких клиентов, а сами заемщики, если у них возникают проблемы В первую очередь перестают платить именно по судам этого вида Но, впрочем, ситуация может скоро измениться Механизмы ужесточения контроля у финансистов есть Так к обслуживанию автокредитов и ипотеки заемщики относятся более ответственно Ведь там есть что терять Да и скоринговые, то есть оценочные модели банков для авто и ипотечных кредитов становятся намного строже Но все это вовсе не означает, что дорогие залоговые кредиты в безопасности Наоборот, именно они потенциально несут финансовому сектору, а потом и всей экономике страны наибольшую угрозу А потреб кредитования в этом смысле лишь индикатор проявления негативных факторов Предупреждающих об усугублении ситуации Об этом далее в нашей программе По прогнозам экспертов области финансового сектора Экономике в скором времени, скорее всего, вырастет просрочка даже в автокредитовании Хотя автомашины обычно приобретают более или менее платежеспособные группы населения Это связано с тем, что в последние 2-3 года большее число банков запустили программу кредитования на покупку БУ автомобилей Процент просрочки и неликвидность этих залоговых автомобилей существенно растут Серьезность проблемы признают уже на самом верху Банки России отмечают рост долговой нагрузки и стараются не допустить появления пузыря С 31 июля 2019 года в России начал действовать закон об ипотечных каникулах Это когда в случае ухудшения финансового состояния заемщика банки будут обязаны предоставить возможность приостановить или снизить сумму выплат по ипотеке на полгода Пропущенные платежи заемщику нужно будет вернуть в конце срока Эта мера позволит восстановить платежеспособность заемщикам, технической просрочки по таким кредитам не будет С 1 октября введен показатель предельной долговой нагрузки граждан А также устанавливаются надбавки коэффициентом риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита Чем выше надбавка, тем выше коэффициент риска Банкам становится невыгодно кредитовать заемщиков, у которых платежи по кредиту превышают 50% от месячных доходов В целом эксперты единогласны в том, что эти меры ЦБ окажутся эффективными и действительно затормозят дальнейший рост кредитной нагрузки Грамотные действия со стороны правительства, регулятора и самих участников рынка должны способствовать тому, что этот пузырь будет медленно сдуваться Или, как вариант, не расти в ближайшей перспективе, полагает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев Мы сейчас находимся в ситуации, когда пузырю не дают надуться и оказать влияние на весь рынок Однако же эти меры не решают проблему уже существующей задолженности А что ее решит? Иначе говоря, как лечить плохие долги? Экономисты и эксперты предлагают много способов, в частности Первое – это упрощенная процедура банкротства Самое главное – необходимо создать быструю и дешевую процедуру банкротства физических лиц в простых случаях Считает директор по макроэкономике, эксперт российского агентства Антон Табах Это позволило бы не запускать ситуацию Орешкин уже три года обещает, а вот сын и не там, считает эксперт Второе – это реструктуризация долгов Банки не очень охотно идут на реструктуризацию просроченной задолженности граждан Тогда как это единственный цивилизованный способ возврата проблемной задолженности Сейчас на деле банки редко идут на встречу должникам Им проще продавать пакеты задолженности коллекторам Третье – это пересмотр законов Если у нас, по примеру, многих стран будут сначала одобрять небольшие потребительские кредиты И только после их закрытия выдавать автокредиты То молодые люди научатся постепенно пользоваться этим финансовым инструментом Четвертое – это взыскание долгов онлайн Например, на сайте Госуслуги Когда заемщик получает уведомление о решении суда о взыскании долга Сумма списывается с его карты Пятое – это создание института частных судебных приставов Эта идея уже некоторое время обсуждается экспертным сообществом Негосударственные приставы под контролем государства Могли бы помочь федеральной службе Занявшись взысканием долгов юридических лиц Оставив при этом для государственной службы социально важные долги Шестое – это оказание точечной государственной помощи Стабилизировать ситуацию может точечная помощь малоимущим Магодетным семьям-инвалидам Смягчение программы софинансирования при приобретении жилья для молодой семьи И, наконец, седьмое – проведение кредитной амнистии Очень интересная ситуация по этому поводу складывается сейчас в Казахстане Новый глава государства фактически объявил стране широкомасштабную кредитную амнистию Она ориентирована на наименее обеспеченных граждан, которые смогут полностью или частично избавиться от долгов При этом они не будут иметь возможности брать кредиты в будущем, что является хорошей воспитательной мерой В России же пока не принято прощать долги Примером частичного решения подобной проблемы стала новость о том, что Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от наводнений в Иркутской области физическим лицам, малым предприятиям и предпринимателям Это решение было принято по рекомендации президента Российской Федерации Владимира Путина Итак, сегодня для всех очевидно, что ситуация, когда каждый третий россиянин находится в кредитной кабале, требует исправления Это вызывает озабоченность даже, как говорится, на самом верху И в данный момент готовится ряд государственных мер для снижения закредитованности населения В их числе, например, законопроект, согласно которому финансовая организация не сможет выдавать кредит или заим человеку если на погашение задолженности у него будет уходить более 50% от его ежемесячного дохода Со стороны федерального правительства принимаются и другие меры для облегчения участия, а порой попросту спасения неплатежеспособных заемщиков Вот основные из них В принципе, госорганы сейчас пытаются реализовать для выравнивания проблемной ситуации с кредитованием населения в России то, что было уже давно создано Среди основных мер финансисты выделяют следующее Отбор заемщиков для кредита, чтобы большие деньги не брали все подряд Кредитные каникулы по уважительным причинам, которые будут прописаны на законодательном уровне Такой шаг для ипотеки предложил сам Путин Реструктуризация займов, чтобы людям делали некие послабления при просрочках Списание долгов, так называемая амнистия Но о ней только говорят Еще не принято ни одного внятного закона Реализация этих мер должна привести к выравниванию ситуации с перекредитованностью населения Кстати, задолго до этих мер был разработан так называемый институт банкротства для физических лиц Как известно, уже несколько лет каждый гражданин может стать банкротом перед банком Если должен более 300 тысяч рублей Он может отдать все имущество, погасив часть долга И больше не будет считаться должником Но все это, заметьте, борьба со следствием, а не с причинами проблемы И все это останется лишь полумерами, если не увеличивать доходы населения А без хорошего достатка, с любым переливанием из пустого в порожнее, несчастных копеек Не получится существенно оздоровить кредитный сектор Ведь по большому счету российское население финансово довольно грамотное Просто у него денег нет, точнее растущих доходов Ну а для того, чтобы эти доходы появились, есть только один верный путь Рост экономики Ведь для поступательного развития и обеспечения должного уровня жизни Нужно не накапливать долги, а зарабатывать И хотя по своей сути кредитный механизм это благо для экономической активности Но зло, когда кредит это последняя возможность обеспечить свое существование Кредитный механизм не должен становиться кабалой для бедного населения и экономики в целом Кредитная система может и должна служить драйвером экономики Но это возможно лишь тогда, когда эта самая экономика работает и развивается Выход из нынешнего кредитного пике простым не будет, но он есть Об этом в частности сказал и президент России Владимир Путин Напомнивший, что сегодня за чертой бедности находится порядка 20 миллионов человек И такая ситуация, по словам главы государства, просто унижает людей Поэтому президент призвал, цитируя Преодолеть бедность населения, опираясь именно на рост экономики и производительности труда Ну а на этом все Следите за своими кредитами Берите тогда, когда действительно надо брать Ну а если не надо, то лучше не надо Ведь кредит это как грех на душу Его лучше не брать Это была программа Де Факто А факты, как известно, вещь упрямая Делайте выводы и до встречи Редактор субтитров А.Семкин